Добрый день, дорогие друзья! И в эфире лаборатория Школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Юлиана Гурева. И я руководитель лаборатории. И сегодня у нас в эфире традиционная и очень, кстати говоря, популярная рубрика «Интервью со звездой гипноза». И сегодня я пригласила к нам в гости суперспециалиста Дмитрия Курдина. И я о нем много могу говорить. Это выпускник школы, это куратор школы. Он уже выпустил не один поток. Всеми уважаемые и любимые. Но, мне кажется, более полно он расскажет о себе сам. Более того, я всегда всех пытаю одним главным основным вопросом. Все-таки что же привело, Дим, тебя в школу Никиты? Всем привет. Путь интересный, путь непростой, долгий. Он, на самом деле, начался задолго. Путь моего, именно пути в гипноз. Занимался гипнозом уже достаточно давно. И вот на этапе уже практики, что удивительно, я работал гипнотерапевтом на тот момент. Уже у меня был кабинет и прием людей. Тут я постоянно продолжал пополнять свои знания. Ходил на разные курсы, брал разные консультации. Тут просто наткнулся на вебинар Никиты. Услышал просто элемент, который он абсолютно... Я не смотрел вебинар, честно скажу, целиком. Я просто ехал после работы на танцы. Я латинскими танцами увлекаюсь. Я ехал на танцы, и на фоне просто включил. Мне приходит сообщение, что начался вебинар. Я на фоне включаю в машине, и Никита там что-то интересное рассказывает. Я попал как раз на момент, когда была практика, там групповое погружение. И он читает индукцию, погружает людей. Я такой слушаю, и там был элемент о том, что мы там для клетки, мы божество и так далее. Я такой, думаю, интересный кусочек скрипта. Надо потом дослушать. Я доезжаю до танцев, успешно танцую. И вот этот маленький кусочек, буквально он, может, занял пару минут, не больше. Я услышал, он меня зацепил. И благодаря тому, что я услышал грамотный скрипт погружения, грамотную индукцию, я потом только благодаря этому вернулся, переслушал, узнал, что такое слиппинг. У меня такого навыка не было, знания о слиппинге не было. Хотя я очень много увлекался исследованием волжской группы, погружениями, контактеров смотрел. И не умел это делать профессионально. И пришел за этим. Пришел за этим, уже будучи гипнотерапевтом. И доволен безумно, что пришел именно в тот период, когда мне это как раз было необходимо. И преуспел в этом. Поэтому я куратор сейчас в школе. Сам помогаю другим раскачиваться. И вот такой опыт с той точки зрения, что развиваться никогда не поздно. Всегда, даже если ты уже преуспел, всегда можно доразвить. Плюс ко всему, я и гипнотерапию пополнил очень грамотным структурным скриптом, который я в буквальном смысле добавил к себе в работу и тоже использовал. Он очень грамотный и профессиональный. Я к этому так долго шел, чтобы формировать подобные скрипты, а тут уже все готовое. Поэтому можно позавидовать тем, кто вообще с нуля приходит в школу. Здорово. Дим, ну вот сегодня мне хочется поговорить не просто о гипнозе, а о каком-то там маленьком опыте. У нас обычно в нашей встрече, не маленьком в смысле, а какой-то частью, опытом. А сегодня мне хочется поговорить о гипнозе вообще. Ну то есть такой некий ликбез что ли устроить. Потому что общаясь с людьми, те, которые даже не рядом стояли с гипнозом, я заметила, что действительно у всех есть такое как бы предупреждение, более того, даже где-то страх, который в нас не просто вдруг появился, а он как будто выработался что ли, да, уже на каком-то таком, не знаю, ментальном уровне. И все это началось с советского, постсоветского пространства, когда были гипнотизеры по телевизору, там заряжающие бутылки с водой. Вот. И вот это все, вчера, кстати, вот я тоже думала, какую тему взять, и ко мне приходит клиент потенциальный и говорит, ну, на бесплатную консультацию, и говорит, а вы, говорит, на бесплатной консультации, говорит, используйте гипноз. То есть я понимаю, что человек, он напуган. То есть с одной стороны он понимает, что можно решить его вопрос, да, его проблему, и, скорее всего, чаще всего, Дим, да, к нам приходят люди, которые, ну, это как последняя инстанция, то есть они уже, ну, везде побывали, у всех психологов, у всех терапевтов, что-то там не помогается, там доктора как-то вот не решают вопрос, понимают, что нужно идти глубже. Но вот этот вот страх, да, что, а вдруг сейчас раз, два, три, чик, человек там падает, и сразу там на него, не знаю, какие-то директивные какие-то слова там говорятся, да, и он поднимается, ничего не помни, пошел дальше. Вот я хочу на эту тему сегодня поговорить, с вашего разрешения, Дмитрий, потому что я знаю, что у вас был продолжительный опыт, и вы очень четко сможете рассказать про вот эти вот разности специалистов в гипнозе. И давайте начнем вот, ну, с самого главного вопроса, все-таки виды гипноза, да, и вот и как, и где мы можем их встретить, вот эти самые виды гипноза. Давайте вот с этим. Хороший вопрос. Дело в том, что школа Никиты, например, она охватывает все страны. Все страны, у нас вот карта выпускников, она покрывает весь шарик земной. Но есть интересный момент именно с видами гипноза, связанный именно с тем, какая школа, откуда имеет, с какой страны имеет начало. Вообще, когда я начал изучать историю гипноза, я столкнулся с разными вообще парадигмами. В каждой специалисте я просто учился в начале американского гипнотерапевта, он мне рассказывал одну историю. Начал учиться у старых советских, несовременных, у советских. По архивам, по записям. Я вообще другую историю встретил. И по факту, когда пазлики сошлись, я узнал все истории, соединил их в одной, это получилась одноцельная история. И здесь вот как раз-таки начинается разновидность гипноза. Потому что наше подсознание, сознание — это некоторая нейролуковица, которая содержит в себе очень много таких моментов работы подсознания нашего гипоталамуса. Наш гипоталамус соединяет вообще все системы организма. И разные специалисты в разных странах мира по-разному подходили к этой нейролуковице, так выразимся, работая с разными частями гипоталамуса. И вот если взять классический советский гипноз, все знают директивный голос. Даже строй в стране был такой. На площади! Да, диктор директивно говорил. Выступает. И даже сейчас я обращал внимание, когда представляют президента, это делают официально и достаточно директивно. Если мы говорим, например, об Америке, о Европе, об Азии, вообще отдельная история, везде массовые, средства массовой информации используют другое состояние. Да, возьмем классический Эриксеновский гипноз. Я часто говорю, Эриксеновский гипноз не работает у нас на русских. Те, кто из Советского Союза, те, кто выросли в Советском Союзе, попробуйте Эриксеновским гипнозом погрузить женщину, которой 70-80 лет. Она встанет и пойдет своими делами заниматься дальше. Если директивно крикнуть, лежать, слушать и так далее, она будет лучше. Для нее это привычнее. Они же не зря говорят, вот при Сталине было лучше. Потому что там понятно, директивно доносили. И вот чем интересно начало гипноза, большую часть... На сегодняшний день моя галлюцинация заключается в том, что я убедился в том, что все ноги успешных гипнопрактик растут из Советского Союза и с 80-х годов. Большая часть специалистов разработала несколько направлений, разработала, но не знаю, что использовала, именно тогда, до 14 видов гипноза. Я их подробно сейчас перечислять не буду, назову два основных. Это формат директивный, постсоветский, когда управляется человек. Потому что нас смотрят сейчас те, кто и начинающие интересуются. Командный голос установки. Алкоголь — это трупный яд. Включить старую запись, которая записана была еще в тех 80-х, 90-х. Она будет звучать директивно. И подсознание человека это впитывает. Вот это наша нейролуковица ловит вот этот строй. Коммунистический, который был навязан и запрошит прям в сознание всем людям и в советское, и в постсоветское время. И он на них работает. И второй вид гипноза такой, назовем его, имеющий с запада основу, назовем его мягкий, недирективный, он так его и называет, недирективный. Шаблон такого эриксеновского гипноза, который адаптирован. Именно эриксен не адаптировал его для всех. Но вот современный эриксеновский гипноз, мягкий такой, плавненький, который адаптирован уже его последователями. Вот он пришел как такой второй вид. Это два ключевых. Из них уже выходит очень много подвидов, которые в процессе были уже разработаны в советское время и раскрыты постепенно разными направлениями специалистами. Например, тот же самый погружение в слиппинг, оно может быть из любого направления гипноза. Сам слиппинг – это вообще отдельное направление. Особая сенсорика человека, которой сенсорикой еще вообще занимались больше ста лет назад. И тогда очень много психологов работали и разрабатывали системы даже тестирования таких людей со способностями. Это отдельная история. И здесь вот у нас… Сейчас, секундочку, давай разъясним слиппинг, чтобы люди понимали, что такое слиппинг. Быстрее всего понимают, когда я говорю, знаете, кто такой медиум? Все такие, ну вот как бы уже представляют. То есть это непосредственный человек, который связан с тонким миром. Вот слиппинг в данном случае, мы как раз вот об этом. То есть это более такое, во-первых, современное слово, но и оно более широкое, так скажем. То есть выходит за рамки вот этого понимания традиционного слова медиум. Вот это для тех, кто, ну, впервые вдруг услышал и увидел интервью вообще о гипнозе, разговор о гипнозе. Да, прошу прощения. Извините. Да, на самом деле значение, можно сказать, одно и то же несет, но слиппинг – это как современные заменили слово «калькулятор» на слово «компьютер». Сразу ощущение, что компьютер может больше, чем калькулятор. Даже когда называется, есть такое выражение, когда компьютер настолько устарел и старый, его называют «в офисе пойдет работать», ну, просто печатать. Или это старый калькулятор. Вот медиум и слиппинг примерно так же. То есть слиппинг – это уже новый вклад, новое развитие, новая технология, где сочетается не одно направление гипноза, а на самом деле все направления могут быть там, могут сочетаться. Вот, в целом, можно раскаборачивать эту тему шире. Ну, вот в рамках поверхности, вот так вот ввести в тему, вот то, что важно, я рассказал. Да, хорошо. А вот при всем при этом, да, владея, допустим, вот этими двумя, что ли, способами, да, вот этими двумя возможностями вводить человека в состояние гипнотического транса, вот все-таки хочется теперь понимать, кто такие гипнотерапевты, гипнокоучи, да, и гипнотизеры. То есть, понятно, в корне у нас мы видим гипно, да, но вот еще и другие. То есть, как бы, ну, можно доосознать, да, вот о чем, знаешь, но все-таки вот хочется от тебя, от первого лица, потому что ты был во всех ипостасиях, все-таки понять, да, чем они отличаются принципиально. Ну, для начала хорошую вводную дать о том, что такое транс. Нужно понимание какое-то сформировать. Транс — это измененная форма сознания, которая преследует нас везде и всюду. Мы спим, попадая в некое измененное состояние ума. Наш мозг что-то там видит, какие-то сновидения. И даже те, кто люди не верят, там, допустим, ясновидящим, но большая часть этих людей верят в вещи сны. Вот, либо люди практикуют осознанные сны. Вот транс, нужно понимание, само понять, что любая эффективная школа, эффективная школа или эффективные направления, которые работают с сознанием человека, оно использует неминуемо транс. И я, пройдя путь обучения в разных школах, встречал даже моменты, когда люди говорят, «Мы не используем гипноз, мы не используем транс». Я прихожу туда и использую. Я же вижу. И они искренне думают, что они не используют его, потому что у них стереотип, что гипноз — это когда человек лежит в позе бревна и не шевелится, или им командует, и он делает то, что хочет. Вкратце про свой путь. В целом я гипнозом, мне 32 года на сегодняшний день, и гипнозом я увлекся еще в 15-16 лет. Мое первое погружение было через осознанное сновидение. У меня попался диск «Практика осознанного сновидения». Там были гипнотические методы погружения, и в части индукции был момент, где еще сознание про солнечное состояние можно было внушить, самому себе придумать сновидение. И потом тебя дальше догружают, и ты смотришь этот сон. В аудиоформате наушники вставил и полетел в космос. Это мое первое погружение было. Я состояние транса осознанно испытал в этом возрасте, 15-16 лет. И после этого я сильно увлекся этим. Я начал... Мой путь совершенствования как специалиста, он долго тянулся, и я просто это как хобби рассматривал, изучал. И первый мой интерес вызвал именно эстрадный гипноз. У меня вау-эффект, конечно, парня радовало. Как так? Смотри, любую девушку можешь загипнотизировать, она тебе ответит взаимностью. И можно в буквальном смысле бояться цыганского гипноза. Я тогда... Родители, которые часто говорили, будь осторожен, цыгане сейчас обманут, что-то украдут и так далее. И был внутренний страх того, что реально могут обмануть. И когда я видел цыгане, которые подходили, там мне стучали в окно автомобиля, я искренне пугался. Я боялся, думаю, ну мало ли сейчас меня вытянуть. Я так прям сжимался, поэтому я сейчас понимаю своих клиентов, которые иногда приходят такие, зная, что я гипнозом занимаюсь, тоже испытывают этот страх. Конечно, это мнимо все. Кстати, цыганский гипноз — это отдельное направление, тоже гипноз. Вот. И когда я начал просто экспериментировать с эстрадным гипнозом, попал на первый курс по эстрадному гипнозу, у меня ничего не получилось. Я боялся жутко этого гипноза, боялся доставить дискомфорт людям. Мне дали готовую схему, структуру погружения. Я ее использую, а человек не погружается, хлопает глазами на меня, смотрит, говорит, и первый экзамен, который я проходил, вот он, наверное, преобразовал меня, полностью задал мне вектор дальнейшего развития. Этот первый экзамен выглядел так, что надо было в Москве выйти на улицу и просто подойти к людям и загипнотизировать их. А я уже знал эти схемы, но боялся жутко, и своих одногруппников, кто со мной учился, я не мог загипнотизировать. Выходишь на улицу, и первая работа таким образом ведется над собой. Потому что страх от того, что я окажусь смешным, что у меня не получится, что я, во-первых, не сдам экзамен, меня дальше не допустят. Надо было, чтобы тебя засняли на видео. Это все этично делается. Ты подходишь к человеку, здравствуйте, я вот обучаюсь гипнозу, хотели бы вы попробовать гипноз на себе? Мне просто нужно для практики. Ну, один из десяти соглашается, и тот, кто соглашается, как правило, идеально погружается. И вот я вышел, и ходил, у меня все шугались от меня. Я их боюсь, они меня боятся. Я не знаю, что со мной будет, когда буду погружать. Ну, и, конечно, у меня все случилось, нашелся, да, парень говорит, о, интересно, хочу попробовать. Я только начал говорить, он уже улетел, у него зрачки забегали. Я такой, вау! Кажется. И в этот момент я как бы себя преодолел. И, на самом деле, в тот момент преодолел свой страх, сомнения, убеждения. Потом уже, в последующем, спустя годы, я узнаю, что надо было начинать с гипнотерапии, проработать мои страхи. И я прекрасный был бы специалист сразу. Да, потом, со временем, я узнаю, что эстрадный гипноз для гипнотерапевта – это не плюс. Это, наоборот, его как гипнотерапевта опускает, потому что к нему пропадает доверие. Потому что, если человек показывает шоу, а потом тебя лечит, это внутри создает конфликт, человек не может вылечиться. Ты либо гипнотерапевт, либо шоумен. В этом плане нужно определиться. Спасибо грамотным наставникам, которые мне сразу в нужный момент сказали это, что определись. И люди, которые хотят создавать шоу, погружать людей в транс, и они будут испытывать какие-то аномалии, забывать числа, есть луковицу, как яблочко, или превращаться в бревнышко. Кинетический мозг, когда кладут на стульчик человека, как бревнышко, и на него сверху становится. Да, я потом узнал, что это опасно даже у человека. Проблемы со спиной могут быть у всех. Он лежит, вроде бы, без чувств, но на самом деле только хуже делается. От этого я противник. Не люблю такие штуки. Хотя умею делать, хотя делал раньше. И вот первый мой опыт познакомиться с гипнозом был через эстрадный гипноз. Потом постепенно я начал находить разные направления, которые косвенно вплетались в избавление от каких-то либо проблем. И это были как раз эстрадные гипнозеры, которые экспериментировали, еще и по выходным людей лечили. Нет, нет, по выходным показывали шоу, в рабочие дни лечили этих людей после шоу. Но во время обучения эстрадному гипнозу столько хитрости узнал. Вообще, как определить, тестировать. Там база, в принципе, полезна тем, чтобы разбираться, как выявлять таких людей, слабеньких на гипнозе. То есть, как делать тестирование. Как из толпы прямо сказать несколько слов и увидеть прямо из 100 человек, тех своих 10-15 человек, которых нужно тащить на сцену и гипнотизировать. В этом полезный опыт. В остальном все это не пригодилось. И вот только бы эти тестирования узнать, всем полезно было бы. Далее я уже попал, было несколько еще этапов с разными экспериментами гипноза. Потом я сразу перепрыгнул, попал на курс гипнотерапии в американскую школу, обучился и начал лечить людей. И потом уже один из значимых этапов это школа Никиты Бурлакова. Уже после хорошей профессиональной школы я пришел к Никите и раскрыл вот еще навыки слиппинга. Если говорить про гипнотерапию, твой вопрос, чем отличается? Гипнотизер? Да, гипнотизер, эстрадный гипнотизер. Он просто гипнотизирует, в измененную форму сознания погружает человека и он начинает быть ведомым, ведется и показывает разные вещи. Гипнотерапевт – это человек, который терапевтирует человека, изменяет его ход мышления, его шаблонные установки, рамки, помогает. Терапевтирует. Да, у нас терапевт, в принципе, это человек, который терапевтирует, исправляет с помощью гипноза. Это уже, можно сказать, практически… Ну, в России считается практически сейчас медицинским термином, что гипнотерапией может заниматься только врач и так далее. Хотя гипнотерапевтом может быть вообще любой гипнотизер. и может любой мастер йоги, который умеет медитировать, погружать и работать через диалоги, он тоже будет гипнотерапевтом. Сам того не знаю. Вот. Ну, само понимание отстраивает, что мы терапевтируем. Гипнолог – это человек, изучающий как науку гипноз и применяющий везде. Да, привлечь гипнолога, как эксперта, не знаю, в политическую партию, да, мы тут агитацию делаем, нам нужен гипнолог. Расскажите, какие нам слова командные выбрать, да, если мы там будем использовать слово «чистый», у всех подсознательно, да, сработает наш мультимодальный ключ на то, что это хорошо, да. Даже упаковка йогурта в зеленый экологичный цвет дает нам ощущение того, что йогурт полезный, и йогуртом тоже человеком можно… упаковкой можно загипнотизировать человека, да, упаковка продает товар. И этим тоже можно сказать, что занимается гипнолог. Кто у нас там еще был? Гипнокоуч у нас еще был. Гипнокоуч. Вот, это уже синтез. Синтез двух составляющих. Кстати, я вот обучался именно гипнокоучингу. Мне очень нравится, я обожаю это направление. На самом деле, это направление коучинга, которое работает на уровне сознания, но только гипно-приставка дает возможность работать через трансовое состояние, тот же самый коучинг совершать. Для тех, кто не знает, коучинг – это экологичная работа с запросами клиента, не давая ему своих установок, а запуская в нем процесс поиска этого решения. Потому что при грамотной терапии нужно направлять человека, а не указывать, что делать. Не так директивно решать за него, а направлять, чтобы он нашел свой ответ. А потом директивно его к его же выводу двигать и фиксировать его на этом рубеже. И гипнокоучинг – это… То есть получается, чтобы человек нашел ресурсы, для того, чтобы в себе нашел ресурсы. Он же в себе их вскрывает, да, и на этих вот ресурсах он все свои запросы потом может… Поиск внутри себя. Можно так сказать, что вот в школе у Никиты используется такой некий гипнокоучинг на этапе общения с высшим «я». Есть же модуль у нас такой, где человек погружается, соединяется со своим высшим «я» и находит ответы внутри себя. Никита много про это рассказывает, про то, что человек в действительности может все узнать о себе в себе внутри. И не зря же говорят, что самая важная терапия – это такая ссылка на гипнотерапию – самая важная терапия происходит в тот момент, когда гипнотерапевт молчит, и пациент лежит и молчит, и он внутри проживает какое-то событие, ищет ответы. И когда начинается эта терапия в полной тишине, это самый важный момент. Вот в этот момент как раз внутренние гипнокоучинги проходят. Это очень классное сочетание двух специалистов, которые дают еще лучший эффект в самопроработке для человека. Вот вопрос, можно ли делать самопроработку? Сразу же вопрос, который часто следует. То есть может ли человек сам себя погрузить, сам себя проработать? При достаточности опыта, очень продолжительного, да, может. Я сейчас занимаюсь самопроработками, но я к этому так долго шел, что я всем даю совет не заморачиваться так сильно, и сразу искать себе хорошего специалиста, напарника. Вот в школе не зря же объединяются все в пары. Все находят себе хорошего гипнотерапевта или слипера, и парой движутся. Я, обучаясь в школе, как раз себе такую пару нашел в паре, как мы прям в мини-группе работали. Я с Екатериной вот прям вместе начал работать, мы до сих пор с ней вместе работаем, с клиентами. И с тем учетом, что я с опытом, она вообще с нуля пришла, и она прекрасно подтянулась, и мы на одном уровне очень хорошо работаем. Да, благодарю, Дим. Вот еще вопрос. Ты упоминал про... Ну, мы говорим про терапию, да, и тут логически сразу выстраивается второй вопрос. Все-таки есть отличия, я хочу понять и давайте расскажем людям отличия целителя от гипнотерапевта. Да, вот все прекрасно мы понимаем, и бабушки в деревне, и кто-то ездил так к бабкам, да, там заговоры, переговоры, уговоры, всякие разные, да. И вот сейчас целителей тоже много. Более скажу, что и каждый встречает их все больше и больше. И они себя называют целителем, иногда они добавляют какие-то новые там словечки, чтобы как-то, ну, вот более, так скажем, больше значимости добавить. Но при этом все-таки есть вот это понятие различия. Вот скажи, пожалуйста, кратенько, потому что наше время уже истекает, а понимание должно все-таки быть у людей, да? Целительство – тема очень актуальная в современном мире, хотя звучит как-то уже, да, немножко слово, как будто устаревшее. Я добавлю фразу «современный целитель», да? Устаревшего целителя нет, это просто прежние методы и новые методы целительства. В целом, целитель от гипнотерапевта может отличаться только тем, что целитель только определенным набором, маленьким набором инструментов работает. Ну, каким-то внушением, допустим. Мне просто такой опыт был, что у меня клиентка была целительница. То есть ко мне пришла женщина, которая там долгие годы, она говорит, я еще там 25 лет назад, когда я вообще маленький сам был, она говорит, я еще на воск выливала и по кофейной гуще гадала. И, ну, я ее прямо расспрашивал, опыт длительный, очень полезного себе много собрал. Например, она рассказывала случаи, когда девочку от заикания вылечила, воском вылила, и на следующий, и не на следующий день в этот же вечер начала заикаться сама. То есть не было такой защиты, не было опыта. И мы когда с ней интересную беседу провели вместе, она говорит, «Дим, да я не знал этого, всего тогда не было. Мы вот собирали, кто-то мне там бабушка рассказала, где-то там мне что-то кто-то написал». То есть это мало было информации. В современном же мире информации больше, и современный целитель отличается тем, что у него больше исходных данных вообще, как с этим работать. И я бы сказал, что современный целитель от гипнотерапевта не отличается. То есть когда целитель будет развиваться, 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 и соберет все эти части в себе, он станет гипнотерапевтом, условно говоря. И гипнотерапевт с навыком гипноколчинга, гипнотизера и так далее. И поэтому целительство – это часть гипноза. Все часть всего. Я вообще преследую такую теорию, рассказываю везде, пишу ее в своем пособии по гипнотерапии, в том числе отдельно расскажу, что я в целом в какое-то время, проходя все курсы, на данный момент 32 курса по гипнотерапии на сегодняшний день прошел, и все говорят о каких-то отдельных частях. Все это, в принципе, как пазликами, сходится в одну общую картину, и вот я все это в своем пособии по гипнотерапии описываю. И принцип первая страничка у меня пишется о том, что все есть часть всего. Поставить человека в ту позицию, чтобы он понял, где я, в какой точке я развития. Я еще там целитель или я уже сверхспециалист. На какой точке человек должен себя позиционировать. И вот когда он начинает себя позиционировать, он понимает, что он собрал какой-то набор частей. Целители тоже разные бывают. Одним инструментом работы – это другой целитель несколькими частями. Я тоже себя целителем могу назвать. Я иногда шутки ради себя шаманом называю. Это больше всем людям нравится, чем гипнотерапевты. Они меня не боятся, они ко мне более тепло относятся. Шаманизм – это тоже начало, еще первая гипноза. Гипноз с некоторого шаманизма начинался. Постепенно развивался, перерастал разные роды целительства. И вот современный целитель, он, собственно, и представляет себя человека, который собрал все эти части. Все эти части, навыки, инструменты, работы с подсознанием человека. И вот подвести хочу к самому главному смыслу. Тот гипноз, которым я чаще всего помогаю людям и работаю с ним, он называется холистикой. Холистический гипноз. Холистика – это целостность. Собрать в целое. Гештальт, да, это отдельное направление психотерапии, тоже говорит о том, что это собрать, соединить части. Тоже целостность. Да, и давай коснемся фразы «целитель», да, «целитель». Тоже слово «целостность». Он целостным человек собирает, да. И вот мое отдельное увлечение развития в тонком плане, изучение вообще микро-макрокосмоса, изучение всех тонких планов, оно приводит к тому, что у человека два вектора развития. Разделение на части и сбор этих частей. Причем сбор этих частей ведет человека в лучшее развитие, в совершенствование, в новое, в благое будущее. А разделение, да, мы все знаем, что чтобы что-то победить, нужно разделить. Вот когда у человека происходит внутреннее разделение личности, да, все знают гипнотерапию для продвинутых, есть работа с частями, есть сущностями, субличностями. Почему с ними работа ведется? Человек начинает делиться на части. Его нужно эти части между собой мирить, чтобы человек обратно собирался. Вот как раз-таки целитель — это тот человек, который, ну пусть каким-то набором инструментов раньше, да, по старой школе целитель был. И современный целитель — это гипнотерапевт, это одно и то же на самом деле слово. То есть что же он там имеет, какое инструментарие за плечами. И все это ведет к тому, чтобы собирать человека. Первый шаг шизофрении — это разделение личностей. Да, все знают, что когда человек, я не очень приветствую выхода из тела, хотя он такое изучал, практиковал, есть школы одноименные, которые это практикуют, осознанные сновидения тоже с выходами из тела. Это можно практиковать при должном знании защиты, да, как берем ту женщину, которая на воск выливала. Нужно знать, быть целостным, чтобы выходить. Потому что если начать в неподготовленном виде выходить из тела, то благо в школе Никиты все это учитывают. То есть не делают там никаких таких жестких инструментов, которые делают во вред, а только в пользу. Поэтому максимально экологично. Это большой плюс, благодаря которому я очень сильно уважаю школу Никиты Бурлаковой. Поэтому работаю в ней, потому что эта экологичность соблюдается. Это важно, действительно важно. Чтобы человека не дробить, а наоборот собирать. И вот вам ассоциация. Целитель тот, который делает человека целостным. Вот по поводу отдельных направлений. Можно не привязывать ярлыки. Современный целитель. Мое убеждение такое. Я к нему стремлюсь. И такой мой принцип о том, что я хочу, чтобы современные целители зарабатывали много. Зарабатывали честно, без шарлатанства, реально помогая людям, давая результаты. И люди начинали больше относиться к целителям. То есть поднять этот термин выше, чтобы люди начинали вновь относиться более уважительно к слову целитель. Потому что целитель в буквальном смысле можно назвать и врача даже целителем. Лекарь. Но целительство должно выйти на тот уровень прежнего уважения, как раньше, что это не шарлатаны. И как это можно сделать? Давать целителям хорошие знания, хорошие инструменты, чтобы они продолжали развиваться, продолжали совершенствоваться. И много целительских техник. Я их тоже так же собирал. Я их себе все записывал, все собирал, как скрипты, как и историю, для того, чтобы понимать, откуда это проросло. Потому что некоторые целители своими практиками натолкнули опытных гипнотерапевтов это изучить, как это работало на подсознание. И научно исследовав, внедрить это уже на высоком уровне гипнотерапии. Потому что у истоков у нас как раз-таки наши шаманы-целители, которые все это на себе опробовали, на всех людях. Поэтому это основополагающие науки, практики точнее, целительства. Классно. На самом деле я бы и продолжала его слушать. И мне кажется, что сегодняшняя наша встреча все-таки будет иметь продолжение, Дмитрий. Я буду инициировать наше следующее интервью. Потому что тема безгранична и интересна. И она интересна не только для специалистов. Хотя я знаю, что ты как раз книгу для них пишешь, для гипнологов, и мы ждем выхода этой книги. Да, я знаю, что ты ведешь курсы для действительно уже людей, которые профессионалы. Это и следующий шаг. И для кого это интересно, будут комментарии, контакты его. Но одно интересное для тех, кто начинает ходить вообще в изучение этой книги, которые только приоткрывают эту завесу. И мне кажется, что сейчас вот твой подарок, который ты мне сказал перед началом записи, о том, что у тебя есть такой подарок для всех зрителей, я сейчас озвучу с большой радостью, потому что он как бы идет как в продолжение нашего разговора. Это, сейчас секундочку вспомню правильно, это 100 аргументов в пользу гипноза. Это будет вот такой, как это назвать-то, я даже не знаю, такой текст, да, где будет вот этих 100 пунктов, прочтя которые, я думаю, вы наверняка уже в каком-то из этих пунктов найдете ответ на свои вопросы. Потому что вопросов много, а мы сегодня там буквально три немножко проявили. Там будет более полно, более четко и понятно. И для всех зрителей я скажу следующее. Вы можете прямо под этим видео писать свои вопросы, которые вот, ну, вот, ну, острые сейчас стоят, да, звучат у вас. И вот на основе этих всех вопросов мы создадим тогда с Дмитрием следующую встречу и ответим на них. Если коротко не получится ответить вот под вашими комментариями, да, вот тут же прямо, да, под этим видео. Так что напрямую пишите Дмитрию, мы дадим эти контакты. Делайте запрос на эти 100, такой чек-лист, да, 100 аргументов. И с нами был сегодня в гостях Дмитрий Курдин. Это гипнотерапевт с огромным багажом, большим опытом. Выпускник школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова сейчас является куратором этой школы. И в эфире была рубрика интервью со звездой гипноза в рамках лаборатории школы гипноза. Благодарю всех, кто нашел время и досмотрел это видео до конца. Дмитрий, тебя благодарю и надеюсь на нашу будущую встречу. Всего доброго. Благодарю, всего доброго. Благодарю, всего доброго.